Итак, друзья, у нас пока нет вопросов, потому что мы хотим послушать музыку, и может быть они тогда появятся. Поэтому хочется рассказать несколько слов о тракте. Значит, смотрите, у нас источники винил, это Technics SL1200 MK2, там установлена головка MC, Denon, DL103 LC2. Дальше у нас стоит MC-трансформатор, кстати, который тоже сделан по нашему, скажем так, запросу. Наш фонокорректор ламповый, далее это все приходит в селектор. Следующий источник это CD-проигрыватель Alex, который включен по балансному выходу. И Super Audio CD, который включен по небалансному выходу. Ну, селектор у нас позволяет все это выбрать мгновенно, одной ручкой. Ну, только надо будет подстраивать громкости на разных источниках, потому что уровень выхода с каждого источника немножко разный. Ну, вкратце вот так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 услышанного или увиденного ну хорошо работают низший самый предельно низший регистр вот эти вот вот эти двухфутовая труба кота когда педальная когда он нажимал ничего не дребезжала не крюкала очень чистый не из низкий низкий на грани там где-то 20 герц может быть да вот он вот он работал очень чисто звучало что не часто вообще включается и маленькие трубы звучали да ну там там высоких там достаточно высоких часов нет поэтому она все как бы в рабочем диапазоне находится там исказить тембр там сложно а вот не дай самый низ конечно это вот очень критично и анатолий прокомментируйте само издание пластинку посмотрите расшифруйте там на многие вещи которые как бы картины галереи вильнюса там очень хороший орган я там сам когда-то в юности был ну все все аннотации только к сожалению там режиссер не указан к сожалению да и на одном издании год не указан тоже лохматый год наверно какой-то там вот да если не указан то 70-е годы до с середины 70-х начали писать хоть хотя бы указывать мелодия но она уже по крайней мере на стерео стерео записано так что валера можно попросить лёшу не станет менять сеть сюда то есть центр он просто ты-то все слышал конечно я могу вообще плотных что ли завел да 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 просто там как бы дырки понизу или сзади надо стоять ну как бы получается по физике нет ты с анатолием разговариваешь да вы как раз как говорите да более у тебя ну штук поставить нормально пока не на нас а сейчас чего он смотрит я хочу просто отвлечь немножко вот таким персонажем марс дэвис ну можно дамочек очень хороший как раз я хотел сказать джазовый такой чтобы можно такую достоверность темпров да для одну вещь принес сейчас надо даже нет он три часа готовился пока у меня отыграет презентационный материал до моего впечатление в общем от примерно такой же как вот от классических записей то есть четко отрабатываются все вот такие сложные критические регистры то есть читаемый хорошо читаемый и сохраняющий свою тембровую вот такую подробность я бы сказал бас верха очень на мелких вот этого треугольничком такой да вот он очень тоже хорошо читается ну все остальное там по сложности для воспроизведения не представляется вот поэтому я бы так сказал мое тоже впечатление что очень хорошая контрольная система сохраняется пока марку держу стараемся можно даже в принципе чуть-чуть придавить нам сюда погром еще до в принципе чтобы было понятно как система работает на ну не на экстремальных режимах но более заставляющих ее работать